Привет! Меня зовут Павел Белинский и ты на одноименном канале. Сегодня мы вновь продолжим разбирать телефонные собеседования и сегодня на примере одного из них мы поговорим о том, что такое собеседующий идиот, как уходят от ответа и как ищут лохов. Ну, собственно, как это все дело и вуалируют. Чтобы вы понимали, я пытался смонтировать ролик, но понял, что без комментариев тут не обойдется. Итак, мне на почту прилетает ответ с HeadHunter. Здравствуйте, Павел Васильевич. Благодарим вас за отклик на вакансию администратор зала. Ваше резюме показалось нам очень интересным и хотели бы пригласить вас на интервью. Перезвоните, пожалуйста, в рабочее время. С уважением. Так-то-так-то, то-то, то-то и так далее. Собственно, не особо-таки, чтобы я прям сильно парился по поводу того, чтобы я решил все равно замазать название. Ну, из видео вы точно поймете, кто это. Давайте поговорим о прекрасной и чудесной вакансии администратор зала. Нам предлагают от 25 до 45. Если есть такой разброс и если разброс более чем 5 тысяч, все. Значит, мы говорим уже о том, что зарплата будет не просто серой, а чуть ли не черной. Почему от 25, вы дальше узнаете. Итак, привет, мы команда. Хуянда, блядь. Мы вот это вот самое хуянда, первая сеть быстрого и легкого питания. Хуй там плавал. Быстрого и легкого, ничего не знаю об этом. Но без пруфов это наебалом. Мы очень быстро растем. И поэтому, ну да, вы как сорняки ебучие. И поэтому находимся в постоянном поиске коллег. Нет, вы находитесь в постоянном поиске коллег, потому что вы пидоры ссаны. И потому что вы платите людям серую зарплату, их наебываете. Если у меня получится договориться с человеком, с этой организацией, то будет интервью. Наши приоритеты это качество и скорость. Хуй там плавал. Если ты активен и доброжелателен, то присоединяйся к нам. Ну, скажем так, что если ты еще раб, долбоеб, идиот и совершенно не уважаешь себя, то да, тебе туда самое место. Так вот, работа в Хуянде – это работа рядом с домом или учебой в шаговой доступности от метро. Значит, сразу делается акцент насчет того, что учебы. Сразу говорится, что работа точно как минимум ориентирована на студентов. А если ориентирована на студентов, значит наебалово будет массовым. Если что, у меня соседи делают ремонт. Не обращайте внимания, будут штробить, долбить и так далее. Ничего с этим не поделаешь. Новостройки. Вкусное и здоровое бесплатное питание. Как мне сказал работник этого островка, которого я уговариваю на интервью, он говорит, нихуя там подобного. Зарплаты потом высчитывают, потому как при перерасчете и учете все минусы падают на плечи людей. Поэтому жрешь ты исключительно за свой счет. Просто не за свой лично, а за счет всех вместе взятых. Потому как в пределах этого островка. Оплачиваемое обучение. Получаешь деньги даже когда учишься. Мы чуть дальше узнаем, о чем речь. График с 12 до 21.30. А по сути, как мы узнаем, это не так. С понедельника по пятницу, суббота, воскресенье, выходные. Молодой и веселый коллектив. Ну, я сомневаюсь, что он будет веселым с такими зарплатами. Ну, карьерный рост компании безграничен. Ну, это для долбоебов на самом деле. Это чисто так, чтобы тебя заманить, лошка Тупорылова. Так как хуянда очень быстро растет. У тебя будет карьерный рост, безусловно. А дальше работа в красивом месте с качественной и стильной продукцией. Когда у тебя хороший товар, качественный товар и абсолютно конкурентно способный, ты никогда не будешь использовать огромное количество прилагательных и никогда, ни в коем случае не будешь использовать всякую пошлость типа описания или преувеличения своей продукции. Задумайтесь о том, много ли вы слышите об элегантных чертах Майбаха? Много вы слышали о стильном салоне Ламборгини? Много ли вы слышали об изяществе Пагани? Не слышали? А почему? Теперь вы поняли, о чем речь. Так что этой хуйней страдают исключительно ущербные, только ущербные организации. Ну, собственно, мы это и видим. Итак, работа в красивом месте. Ну, чтобы вы понимали, это островки посредине торговых центров. И фудкорты в том числе. Да хуя ли это красивое место с качественной и стильной продукцией? Ну, хер его знает. Чем больше описания, тем больше мы вахуем. Что для нас важно? Короче, для Хуянды... Это которая команда Хуянда. Так вот, для Хуянды важно желание работать с людьми и дарить им свою улыбку и энергию. Ну, вы понимаете, да, что это мотивационная хуйня для дурачков и долбоебов, да? Желание работать с людьми. Хуй с ним. И дарить им свою улыбку и энергию. Дарить им свою улыбку и энергию. У вас есть еще, блядь, какие-то сомнения, потому что это, блядь, какой-то кусок говна писал? И организация, скорее всего, согласна вот с этим вот высером и поносом, который мы сейчас читаем. Но все в порядке. Желание и умение работать в команде. Хуянде. Высокие требования к самому себе и к качеству своей работы. Дальше мы узнаем, что это все нихуя не так. Потому что, когда мы будем говорить с собеседующим нас сотрудником, мы узнаем, что им похуй к высоким требованиям к самому себе и качеству своей работы. И набирают они на работу исключительно ебанатов. Ну, либо рабов, либо безвыходных каких-то, не знаю, ебобо, которым либо идти некуда, либо они настолько тупые, что их никуда, блядь, в другое место не берут. Ну, либо работают за копейки, их это устраивает. Ну, собственно, мы сейчас это все и услышим, что это все продрись из-за рта того самого копирайтера, который это малевал. Тебе будет намного проще и интереснее работать, если ты интересуешься темой здорового и вкусного питания. Как мне говорят трудящиеся из этой хуянды, что тема здорового и вкусного питания там поднимается исключительно вскользь. Надеюсь, я кого-нибудь из команды хуянды все-таки вырву к себе, но поговорить. Что ты будешь делать в хуянде? Выполнять роль наставника для новых коллег. То есть, мы еще не устроились на работу, но ты будешь выполнять роль наставника для новых коллег. Консультировать гостей по ассортименту, помогать им выбрать подходящее для них блюдо. Ну, это уже ближе к работе. Соблюдать стандарты высокого уровня обслуживания. Как говорят ребята, кто работает в хуянде, высокого уровня обслуживания там от слова хуй тебе на воротник. Формировать заказы продукции для кафе. Хорошо. Составлять график работы персонала. А почему это буду делать я? Хорошо. Участвовать в проведении ежемесячной и еженедельной инвентаризации. Хорошо. В рабочее время я не против. Участвовать в общих собраниях персонала. Поддерживать чистоту в зале и доброжелательную атмосферу хуянды. Почему так здорово быть частью хуянды? Наш проект активно развивается. Постоянное открытие новых кафе по городу. Почему так здорово быть частью хуянды? Наш проект активно развивается. Ну, я не знаю почему. Типа, ну, ваш проект активно развивается. Мне-то с этого хуй ли? Постоянное открытие новых кафе по городу. С этого мне-то чё, блядь? Почему это должно быть здорово? Наша продукция вкусная, полезная и красивая. Мне-то, блядь, чё? И её с одинаковым удовольствием можно предлагать гостям и есть самим. Ну, как мы уже чуть-чуть узнали из инсайдов. У нас очень дружная и молодая команда. Ну, то, что она у вас молодая, ну, блядь, ну, такой себе показатель. То, что она очень дружная, ну, как бы, блядь, тут хороший вопрос. С учётом того, что там происходит, хуянда не особо старается. Все ребята вовлечены в идею и ценности компании. О, чувствуете нотку мотивирующей дресни? Чувствуете? Чувствуете. Мы берём в свою команду кандидатов без опыта, поэтому готовы вкладываться и обучать с нуля. Сука. Наша стажировка оплачиваемая. 80 рублей в час. Нормально ли это оплачивается? Делайте выводы сами. У нас бесплатное корпоративное питание фирменной продукцией. Вы уже в курсе. У нас бесплатная, стильная и современная рабочая форма. Думаете, Коламбия? Думаете, Термит? Думаете, Нью Бэланс? Восток сервис. В который комфортно работать? Нет. Мы предоставляем гибкий график работы, который удобно совмещать с учёбой. Пятидневка без вариантов. Они это написали с самого начала. У нас нет потолка в зародной плате. Вы уже написали, что 25-45 тысяч рублей. Пиздёж. Вы самостоятельно влияете на свой уровень дохода. Пиздёж. Позже узнаем. Становитесь частью хуянды. Нет, спасибо. Ну что. Итак. Ну, я тогда предлагаю послушать эту дрисню и, собственно, поговорить об этом. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Павел. Я откликался на вакансию администратор зала. Вы прислали отзыв и просили перезвонить. Я вам перезваниваю. И у меня есть несколько вопросов перед тем, как продолжим. Скажите, пожалуйста, как трудоустраиваете? Ну, собственно, с чего мы всегда и начинаем. Очень важный вопрос. Что ещё раз? Как трудоустраиваете? Первое. Если мы слышим с той стороны частые переспрашивания, первое. Либо у человека с той стороны хуёвый телефон, что, в принципе, уже не может быть возможным в наше время. И то, что там, возможно, хуёвая связь, потому как мы звоним на мобильный. Нет, не может быть. Если часто переспрашивают, значит, первое. Она, ну, человек наш собеседующий, либо постоянно отвлечён и занимается всякой хуйнёй, совершенно никак не заинтересован в разговоре с нами. Либо там просто всем похуй. Либо третье. Там играют в дурачка. И чем больше играют в дурачка, тем меньше к ним спроса. А если чем меньше к ним спроса, значит, они могут нести всякую дичь и всякую дурь. А потом смахивать на то, что у нас была плохая связь, и вы нас неправильно поняли. Вот. Об этом и разговор. Трудоустраиваете? Ну, типа... Штат. Устраиваем в штат. Когда я услышал, что устраиваем в штат, я такой, ну, хорошо, окей. Я сразу понял, что здесь занимаются лоховодством. И с той стороны, по сути, долбоёб. Потому что как устраиваете, как трудоустраиваете, вопрос абсолютно немногозначный, абсолютно понятный и логичный для любого собеседующего или кадрового человека, который чётко ответит, там, по ТК, или, там, например, по ГПХ, или, например, там, по трудовому, или по срочному. Но никак, сука, не в штат. В штат отвечают либо нарочно, либо долбоёбы. Ну, собственно, поехали дальше. В штат, то есть на постоянку. И тут я начинаю накидывать наводящие вопросы, потому как, ну, это логично. Мне же нужно вытянуть из неё хоть какую-то информацию. Да. Вот. Еще раз. Смотри, как она долго думает, потому она либо ищет ответ у себя в скрипте, потому как не привыкла к этому ответу, потому что его редко задают, потому что на такую хуйню может пойти только долбоёб. Потому что в хуянде хочет работать не каждый. Послушай, какие временные зазоры. И в штат, когда она отвечала, это просто первое, что ей пришло в голову. Скажите, пожалуйста, как трудоустраиваете? Задал вопрос. Что еще раз? Как трудоустраиваете? Прошло две секунды, и она спросила, что еще раз, пока она там еще не устраиваете. Ну, типа... В штат. Вот. Прошло пять секунд для того, чтобы она могла ответить. Не молниеносный ответ, а ответ на подумать. В штат, то есть на постоянку. Опять она думает. Да. Но при этом она уже не переспрашивает. Значит, она все хорошо слышит. Окей. Дальше задаем вопросы. Скажите, есть оклад? Если есть, какой? Четко поставленный, понятный, логичный, не многозначный. Абсолютно простой вопрос. Она думает. Три секунды. Что есть такой? Что есть такой? У вас есть оклад, и если есть, то какой? Есть какой? Это все, что она услышала. Ну, с той стороны сидит долбоеб. Либо нарочно долбоеб, либо вынужденный долбоеб, либо просто долбоеб в квадрате. Оклад. Оклад, часовая ставка 110 рублей в час, плюс премии по итогу. А здесь она отвечает, как автомат. Молниеносно. Понимаешь? Значит, в основном интересуется именно этим вопросом, а не тем, который я задал в начале. Ах, прекрасно. Час плюс премии по итогу месяца. 110 рублей в час. Понимаете, какой пиздец вообще? Кто туда, блядь, идет? 110 рублей в час, плюс премии по итогу месяца. Блядь. Давайте вот на секундочку просто орнем и посчитаем. 110 рублей, это меньше, чем в Макдональдс. 110 умножить на, ну сколько там? 9 часов. 990 рублей. Меньше 1000 рублей в день. Охуенно. То есть, сколько у нас получается в месяц? 24 тысячи рублей. Меньше 24. 990 умножить на 24 смены. Вот ваша фактическая зарплата до вычета НДФЛ. 27, 23,760. Да. Так. Плюс премии. Ну, плюс премии, это в конце месяца. Понятно. 110 рублей в час. Заметьте, она больше не переспрашивает, больше не тупит. Интересно. Если вас начинают переспрашивать, значит, с той стороны не знают, как вам ответить на вопрос. Если не знает, значит, ищет в документы. Если не успевает находить, говорит хуйню от балды. Так, хорошо, предположим. Тогда еще. Так, вы по ТК устраиваете. Добро. Еще вопрос по поводу... Как видишь, она не сказала да. Она не сказала да. То есть, это я так сказал по ТК. Она не подтвердила это. Значит, это не так. Поддержание чистоты. Как это выглядит? Вы написали, что поддерживает чистоту в зале и доброжелательную атмосферу в гринбокс. Как это выглядит по факту? Типа, берешь вабру и пошел? Да. Администратор зала. Это вакансия администратор зала. Это вакансия управляющего. Не продавца, а администратора зала. Взял швабру и пошел. За 23,760 до вычета НДФЛ. У вас есть еще вопросы, что туда идут работать только рабы и долбоебы? На каких-то точках, да. На каких-то точках это при бизнес-центре. Поэтому там в основном только идет контроль за витриной. Вот. Потому что там островки. У нас расположены. Не отдельное кафе. Вот. Понимаешь? То есть, это, блядь, работа в красивом месте с качественной и стильной продукцией. Островки в торговом центре. И не обязательно в фудкорте. Ебать. Я понял. Так. Хорошо. В принципе, от чего вообще зависит зарплата? Потому что вы указали достаточно серьезный разброс от 25 до 45. Все зависит от премии и от количества часов отработанных. От премии и количества отработанных часов. Количество отработанных часов у нас это если ты работаешь пятидневку по их графику, как они нас просят. То ты получаешь 23 760 до вычета НДФЛ. До вычета НДФЛ. Давайте посчитаем. А сколько будет после вычета НДФЛ? 23 760 рублей. Мы умножаем на 13 и делим на 100. Равняется. И затем мы вычитаем 23 760 рублей. И получаем 20 671 рубль. Это то, что вы гарантированно заработаете. То есть это деньги, которые вы получите гарантированно. И то при том условии, если эта ставка будет указана в ТК, в ГПХ или в каком-нибудь еще там каком-нибудь потерной бумажке. Тогда премия в этой организации составляет 25 000 рублей. Она больше вашей зарплаты. Это просто пиздец. При том, что я хочу вам напомнить. Где у нас эта картинка? У нас нет потолка в зарплате? Пиздеж. Вы самостоятельно влияете на свой уровень дохода? Пиздеж. Дальше мы узнаем еще подробнее, почему это пиздеж. Количество часов хорошо. А премии каким образом выплачиваются или как они... Премии зависят от трех показателей. Первый это средний чек на тот... Средний чек. То есть ты уже никак не влияешь. Точки есть по плану определенные... Уже есть план. То есть ты опять не влияешь на свою зарплату. Если план не выполнил, а план ты можешь и не выполнить. А можешь и выполнить. А можешь и не выполнить. А если план изначально поставлен очень высокий, ты его вообще никогда не выполнишь. Весело? То есть они еще и рассматривают. То есть ты сделал чек, а они еще будут думать, заплатить тебе премию или нет. Вот. У нас, соответственно, дали это прохождение тайного гостя. Запускается несколько проверок в месяц. Как правило, две проверки. О, то есть тайный гость. Если тайный гость, например, ну тайный гость нормальный, да? А если тайный гость включит ревизор и скажет, ребят, надо мне скинуться там по 1000 рублей, иначе я вам такую сейчас хуйню напишу, вы просто закачаетесь. Есть коррумпированная схема? Есть. Влияет ли вы на эту зарплату? Влияет ли... Можешь ли ты влиять от начала до конца на свою зарплату? Нет. И, соответственно, там уже смотрим средний процент по этим двум проверкам. То есть ты опять не влияешь на это, потому как именно тайный агент решает, выставляет тебе количество оценок и процентов. Это он влияет на твою зарплату, а не ты. И при том, что после того, как он передаст все эти данные, а передаст он эти данные куда? В управляющий орган, который уже сам будет думать, сколько тебе начислить. То есть ты в любом случае не влияешь на свою зарплату, кроме одного. Выйдешь ты на работу или нет? И рейтинг мобильного приложения от гостей. Опять не влияешь. На эту независимую оценку от посетителей. То есть посетитель просто злупился, ну, потому что у него хуёвый день. Поставил тебе низкую оценку, пизда. Так, окей. Хорошо. Вы говорите, что обучаете с нуля. Это клёво, потому что мне интересно вакансия, но я не имел до этого опыта. Вот, вопрос на время опыта, какая оплата и как она будет выглядеть после? Первые несколько дней, первые 36 часов, то стажировка оплачивается по 80 рублей в час. И эти аттестации выходят на 110 плюс премию. Вот. 110 плюс премию. Хорошо. 80 рублей. Мы умножаем на 9-ти часовой рабочий день. И на 36 часов, то есть на 36 часов. Ну, короче, пусть первые 4 дня умножить на 4. За первые 4 дня вы заработаете 2 880. А потом выйдите на 990. Понятно. Сначала 83 дня. Хорошо. 83 дня, потом 110. 110. Так, сейчас, секундочку. С 12 до 21, это 9 часов. Грубо говоря, 8-часовой рабочий день. Обед предусматривается или он в свободном? Да, в течение дня. А, в свободное от работы время. Ну, почему вы не закрываете смену? Ну, эти часы учитываются. То есть, единственный плюс пока из всего вот этого дерьма и поноса, которые налили нам про хуянду, это то, что они, по крайней мере, время обеда не учитывают. Ну, то есть, эти 9 часов и есть 9 часов. Якобы. Договор-то я не видел. И то, как они трудоустраивают, тоже непонятно. Они трудоустраивают в штат. Хуй его знает. Может, в штат Мэриленд. Я херозный. Ну, я был бы не против. А, я понял. Окей. Так, и таким образом в день выходит 990 рублей. Ну, да, примерно так. Я понял. Да, это очень мало. Очень мало. Я понял вас. Спасибо, собственно. Вопросов, наверное, больше не имею. До свидания. До свидания. Вот такая вот история. Вот такой вот интересный рассказ. Собственно, дальнейшие выводы делайте сами. Я думаю, что вам было интересно тоже. Ну, а на этом все. Ваши мысли пишите в комментарии. Пишите несколько комментариев. Ютубу это нравится больше. Ну, а если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. Подписываться на канал. Поддерживайте канал. Рублем все ссылки в описании. Нажимайте кнопочку поделиться. Делитесь этим видео или любыми другими, которые вам нравятся. Это помогает каналу быть лучше. Удачи вам. Добра. Позитива. Всего лишь самого лучшего. Успехов. И берегите свой труд. И не продавайте его за 3 копейки. Успехов. Пока-пока.